Привет всем! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео хочу вам рассказать о новых наших покупках для детей. Речь идет о весенней и летней одежде для дочки и для сына. Начнем с одежды сына. Ну ладно, начнем с одежды дочки. Значит, дочке мы купили вот такой вот сарафан. На самом деле он идет в комплекте с такими лосинами, но я думаю, что это вариант для весны, а без лосин можно будет носить летом. Купила специально чуть побольше, чтобы в следующем году она носила. Вообще советую всем так делать, они очень быстро растут и нужно экономить. Фирма Mother Care в основном, кстати, практически 90% одежды будет в этой фирме. Мне очень нравится эта фирма, одежда очень качественная, проверена мною не раз, поэтому я после этого магазина даже не могу ходить по другим магазинам. То есть после этого все кажется некачественным, все кажется некрасивым. В общем, я фанатка этого бренда. Так вот, сарафанчик. Дальше что покажем? Давай тогда ты уже решай. Дальше что покажем? Ладно, раз у тебя нет идей, продолжаем тогда. Вот такие футболки для дочки, их три в комплекте. Первая вот такая, вторая вот такая вот цветочная. И третья футболка сейчас на дочке. Думаю, что видно. Мне нравится, вообще очень нравится. Что ты делаешь? Мне очень нравятся вообще комплекты именно Мазыкея, которые там три в одном, два в одном. Тем, что, во-первых, так получается экономнее, то есть три в одном стоит намного дешевле, чем если покупать три разные отдельные футболки. И во-вторых, при этом, при всем, они совершенно разные. То есть совершенно разный принт. Они полностью отличаются. Может быть, там цветовая гамма чем-то похожа, но, в общем-то, они отличаются. Дальше что покажем? Да, вот это. Это для сына. На самом деле, это костюм. Просто шортиков у нас сейчас нет. Шортики остались дома, мы сейчас в Краснодаре. Вот такой вот верх. На самом деле, футболку мы надеваем и с джинсами. Так они идут с шортиками в полоску, белую-синюю полоску. Тоже очень классно смотрится. Купила на лето. Кстати говоря, дочке сейчас два с половиной года. Я купила на два-три и даже на три-четыре размеры. А сыну почти пять месяцев. Я все покупала шесть-девять примерно. Так, конкретно этот костюмчик тоже шесть-девять. Далее, это такие вот джинсы. Они были куплены еще на осень. Сейчас еще будет носить дочка на весну. Это фирма Next. Next вторая фирма, которая мне тоже очень нравится. Такие веселые очень джинсы. Классный принт такой, более весенний. Достаточно тонкие. Размер здесь 12-18 месяцев, но дочка носит до сих пор. Ну, у нее рост где-то 86 сантиметров. Далее, вот такие свитшоты для сына. Они были легкие, но с длинным рукавом. Это идеальный вариант на весну, на сейчас. Вот такой вот белый. Он очень классно смотрится, классные качества. Вот это. Это тоже три в комплекте. И вот это. Качество просто восхитительное. Вот когда дотрагиваешься, так все нежно. Это такой вот нежный хлопок. Просто радуешься, что ребенок будет надевать такое. Давай дальше. А, раз. Далее, уже футболки для сына с коротким рукавом. Вот, тоже три в одном. Синяя. Давай, следующее. А вот такая вот футболочка. Давай. И вот такая вот полоска. Такие все веселые принты. Будет классно смотреться. Кстати говоря, вот эти вот все три варианта, они подойдут отлично к шортам, тем, которые были у того костюма. Дальше комплект из таких вот песочников. Смотрите, какие веселые тоже для сына. И второй вариант. Это все мат икея. И размер я, как я уже говорила, выбрала 6-9 месяцев. Также мне очень нравится, когда мальчики носит что-либо с воротником. Я купила вот такой вот бадник тоже с коротким рукавом. Тоже мат икея. Следующее это боди с коротким рукавом. Это идеальный вариант для сна в первую очередь. Также просто для того, чтобы носить дома летом. То есть летом мы не носим всякие там пижамы, ничего такого, потому что жарко. Бывает, что просто ребенок только в подгузнике лежит. Ну или вот такие вот боди. Они такие яркие, такие красивые, что даже жалко, что ребенок будет дома носить. Дальше вот такие вот шортики. Два в комплекте. Они такие темного цвета. Здесь имитация карманов. То есть они такие выглядят как-то прям вот на выход. Но при этом все полностью из хлопка. Очень приятно. А здесь вот усики нарисованы. Классно. Дальше тоже моя любимая покупка. Это вот такой комбинезон для дочки. Обожаю вообще комбинезоны. И как раз купила тоже очень нежная расцветка. Тут бабочки нарисованы. Такой коралловый цвет красивый. Здесь карманчики по бокам. В общем все очень так вот классно смотрится. Это все тоже матыке. Далее на весну дочке подарили вот такие вот джинсы легкие, светло-голубые. Они очень качественные. Это уже фирма Майорал. 86 см. Как раз точь-в-точь на ней. Здесь вот кругом оборки. Такой вот девчатий вариант. Штанишки на резинке. И засегиваются только на кнопочку. И вместе с этими джинсами также подарили вот такую куртку джинсовую. Тоже очень красивая. Такая девчачья. Тоже у нас даже сама фирма. Здесь уже на 92 см почему-то нам подошла. Она классно вообще смотрится. Это будет как именно такая верхняя одежда на весну, осень. Что касается именно брюк. На весну тоже осень. У сына. Также даже сама фирма Майорал. Вот такие вот штанишки. Тоже на резинке. Здесь кнопочка. Они такие вельветовые. Цвета хаки. Ну, мальчикам такой цвет подходит. Очень нежные, мягкие. Тоже качественные. Также нам дарили тоже на весну вот такой вот комбинезон. Такой вот в немножко спортивном стиле. Тоже чисто такой мальчиковый вариант. Здесь тоже есть кармашки. Это тоже мальчике. Но немножко другой стиль, да, отличается от предыдущих моделей. Мы подарили вот такой вот свитшот серый. Он намного теплее, чем предыдущие варианты с длинным рукавом. То есть это уже на более холодное время года. Фирма Барилот. У нас эта фирма продается в магазинах Катюша. Там, кстати, тоже очень хорошая одежда. Тоже очень понравилась. И также подруга... Это дарила подруга. Также подруга подарила вот такую вот курточку. Тоже демисезонную вот такая вот она плащевка, да, курточка, ветровка. Нам она была совсем кстати. Фирма Бимбас. Все, вот такой вот бардак мы устроились с дочкой. Очень радуюсь покупкам именно детским. Все мамы меня поймут. Как только мы становимся мамами, нам даже намного приятнее покупать что-то для детей, чем для себя. Надеюсь, вам понравились мои покупки. Надеюсь, я как-то вдохновила вас к новым приобретениям. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok